Добрый день! Вы слушаете подкаст 3.3 проекта «Слушай, чтобы видеть». Меня зовут Попов Севолод. Сегодня мы будем говорить с вами о приложении «Сообщения». Мы научимся читать сообщения, пользоваться ротором в операционной системе Android, писать сообщения, редактировать текст. Начнем с чтения сообщений. Итак, разблокируем телефон. И переходим в приложение «Сообщения». Нажимаем дважды одним пальцем, чтобы активировать ярлык. «Сообщение. Добавить категорию. Кнопка». Рассмотрим экран приложения. Первое, на что мы попадаем, это кнопка «Добавить категорию». Она находится после заголовка приложения «Сообщение». Смахиваем вправо. «Мама, двоян. Привет, один из два. В списке два пункта». И здесь уже идут сообщения. У меня здесь только один диалог, который был создан для демонстрации. «Диалог с контактом «Мама». И сообщением «Привет». И это было создано 2 января. Давайте смахнем вправо. «Создать сообщение. Кнопка. Вне списка». Мы можем написать сообщение прямо отсюда. «Выбрана. Разговоры. Вкладка 1 из 2». Имеются вкладки «Разговоры». «Контакты. Вкладка 2 из 2». И «Контакты». «Сообщение. Пробел. Поиск. Кнопка. Другие параметры. Кнопка». Это те пункты, которые мы не рассмотрели, которые не попали при запуске. Когда мы запускаем программу, Focus Talkback попадает не на первый объект, поэтому я сейчас смахивал вправо, чтобы посмотреть на все пункты. кнопка поиска для поиска сообщений и кнопка «Другие параметры», которая позволяет открыть меню с различными дополнительными настройками. О нем мы тоже поговорим. «Выбрана. Все. Вкладка 1 из 1». «Все сообщения». «Добавить категорию. Кнопка». Ну, здесь есть только одна вкладка «Все». Если будут еще какие-то сообщения, например, непрочитанные, то будет и такая вкладка. И мы возвращаемся на кнопку «Добавить категорию». Давайте посмотрим на чтение сообщений. «Мама. Двоян. Привет. 1 из 2. В списке 2 пункта». Вот у нас диалог с контактом «Мама». И для того, чтобы его открыть, нужно нажать дважды. «Окно редактирования. Вне списка». Мы попали в окно редактирования, но давайте посмотрим, что у нас вообще здесь имеется. «Переход вверх. Кнопка». Я нажал в левую верхнюю часть экрана и попал на кнопку «Переход вверх». Это то же самое, что вы нажмете на кнопку «Назад» в правом или левом нижнем углу экрана соответственно. Смахиваем вправо. «Мама». Это заголовок и имя контакта. «Плюс 79. Вызов. Кнопка». «Номер». «Кнопка вызова». «Видеовызов». «Видеовызов». «Настройки беседы. Кнопка». «Настройки беседы». «Вложить изображение. Кнопка». Мы можем сюда вложить изображение. Таким образом будет отправлено фото. «Открыть камеру. Кнопка». «Открыть камеру, чтобы фото снять и позже его отправить сразу же». «Другие параметры. Кнопка». «Другие параметры». Окно редактирования. Поле ввода. Вложить стикер. Кнопка. Записать дважды коснитесь и удерживайте, чтобы записать голосовое сообщение. Кнопка. Мы можем записать голосовое сообщение. Воскресенье, 2 января 2022г. Мама, привет. 1951.1 из 2. В списке 2 пункта. Далее идет сам диалог. Диалог. Возможно, на других устройствах это по-другому, но на устройствах от Samsung диалог идет после поля ввода. Этот звук означает, что диалоговое окно закончено. Что делать, если мы вдруг не разобрали, что имеется в сообщении или есть какая-то важная информация, которую нам нужно прочитать по символам или по словам? В таком случае нам поможет ротор. Если вы слушали подкасты по iOS, то вы знаете, что такое ротор. Ротор – это такое кольцо настроек, которое позволяет быстро изменять параметры программы экранного доступа. В андроиде это ротором можно назвать условно. Я называю его по привычке, так как моим основным устройством является iOS-устройство. Поэтому данную терминологию мы будем сохранять. Как пользоваться ротором? Это делать достаточно просто. Имеются жесты. Это смахивание тремя пальцами вниз и вверх для того, чтобы переходить по уровням детализации. Уровни детализации – это уровни, по которым мы перемещаемся. Единицы. Символы, слова, заголовки, ссылки. Также среди этих настроек могут быть быстрые настройки для изменения скорости речи, приглушение звука приложений и другие. Если у вас многопальцевые жесты не поддерживаются, в таком случае вы можете использовать однопальцевые жесты, смахивание сверху вниз для перехода к следующему уровню детализации и снизу вверх для перехода к предыдущему. Давайте мы перейдем к детализации по символам и прочитаем сообщение по символам. Для перемещения по выбранным элементам детализации, то есть по символам или по словам, что вы выберете, нужно использовать смахивание одним пальцем вниз для перемещения вперед или вверх для перемещения назад. Скорость речи, ссылки, элементы управления, заголовки, абзацы, строки, слова, символы. Я смахивал сверху вниз и добрался до символов. Теперь я могу одним пальцем, смахивая вниз, перемещаться по символам в сообщении. В. О. С. К. Р. Е. С. Е. Н. Мягкий знак. Е. Елена. Воскресенье. Давайте попробуем поперемещаться по словам. Снизу вверх смахиваю одним пальцем. Слова. Два. Января. И теперь смахивание вниз перемещает нас на одно слово вперед. Давайте смахнем вверх. Января. Два. Воскресенье. Вы, вероятно, заметили, что когда мы смахивали вниз, токбэк сказал января, и когда мы смахнули вверх, он произнес января еще раз. Почему? Когда мы смахиваем вниз, курсор становится в конец слова. Это будет очень важно помнить при редактировании текста. Когда мы смахиваем вверх, то же слово произносится, но курсор встает в начале слова. Это важно помнить при редактировании текста, как я уже сказал. То же самое с символом. Если мы перемещаемся по символам и смахиваем вниз, то мы становимся курсором на позицию после произнесенного символа. Если мы смахиваем вверх, то мы становимся на позицию перед произнесенным символом. Важно об этом помнить. Давайте еще посмахиваем вниз. Кроме названия буквы, вы слышите также слово, начинающееся на эту букву. Это настройка авиационного алфавита, которую вы по желанию можете включить или выключить в настройках TalkBack. Вот так примерно читаются сообщения. Вы заходите в сообщения, далее выбираете диалог и далее читаете переписку. Во второй части мы разберем написание и редактирование сообщений, а в третьей части мы разберем дополнительные параметры, именно кнопку «Другие параметры», настройки беседы и так далее. Попробуйте потренироваться в чтении сообщений, в использовании ротора, и я уверен, у вас все получится. До следующей части.